Потребность в новых врачах в клинической больнице номер 50, хотя и снижается, но все еще остается большой. Благодаря программе привлечения кадров в 2022 году на работу пришли 12 докторов. Из них 8 – молодые специалисты, педиатр, детский ортопед, офтальмолог, хирург, гинеколог и представители других востребованных специальностей. Еще 15 врачей сейчас учатся в ординаторе. В этом году в ординатуру поступили по специальностям у нас специалисты травматологии и ортопедии, анестезиологии и реанимации, ультразвуковая диагностика, детская эндокринология и офтальмология, врач клинической лабораторной диагностики, эпидемиолог и неонатолог. Также первичную переподготовку проходит реабилитолог и рентгенолог. С февраля на переобучение отправится будущий онколог. Среди мер по привлечению кадров – покупка служебного жилья. В фонде больницы 22 квартиры. 20 из них заняты, а в ближайшее время исключат договор на покупку еще одной. Средства на эти цели выделяет Росатом. К услугам молодых специалистов и их пациентов новое современное оборудование. В этом году больница приобрела 35 единиц техники и аппаратуры на общую сумму более 115 миллионов рублей и три автомобиля «Лада Гранта» для нужд поликлиник. Большая часть оборудования уже поступила введена в эксплуатацию. Среди них оборудование по эндоскопии, функциональные диагностики, офтальмологии. Это все в рамках национального проекта мононизации первичного звена. Лабораторное и операционное оборудование поступило, в том числе операционные столы и светильники операционные. Это в рамках национального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями. Уже работает новая реанимационная система для новорожденных в акушерском отделении и офтальмологический лазер для проведения высокотехнологичных операций на сетчатке глаза. Скоро смонтируют флюорограф в первой поликлинике. Также появится система водоподготовки для гемодиализа и новый рентгеновский комплекс для приемного отделения. В этом году были выполнены частичные ремонты туберкулезного корпуса и терапевтического корпуса. Ремонты закончены. Продолжается капитальный ремонт в здании инфекционного корпуса. К сожалению, вследствие удорожания материалов, сроки сдачи сдвинулись. К лету подрядчики нам обещают закончить работу. Ну и там есть еще один момент. В здании 56-го года постройки долгие годы там вообще не проводилось никаких ремонтов капитальных. Выявляются в ходе ремонта работы скрытые работы, которые не вошли в проект. Решаем эти вопросы с помощью привлечения собственных средств. Также больница выполнила текущий ремонт в разных отделениях. Огромным подспорьем для КБ номер 50 стало участие в совместном пилотном проекте ФМБА и Росатома «Совершенствование качества и доступности оказания медицинской помощи в городах присутствия госкорпорации». Благодаря этому отремонтировали входные зоны во всех поликлиниках города. Редактор субтитров А.Семкин